Hola amigos, добро пожаловать, bienvenidos на канал KikiMexicanets И сегодня я хочу поделиться с вами 5 вещей, которые я считаю, что русские очень странно делают Некоторые до сих пор не очень понимаю, но некоторые я сам делаю, уже привык И даже мне очень сложно объяснить в Мексике, почему это так и почему это я делаю Хотя это вначале было очень странно И мой número uno, это правда было очень странно Это связано с машинами То есть мы едем на машине В машине В машине, значит на... едет на чем? На чем ты едешь? В машине Просто не представляю это, как иногда просто... Сложно Ну и пока мы едем, я заметил, что мой друг, который был водителем, включает аварийники Я сразу как-то напрягался, думал, что здесь, почему, как-то так И вижу, что ничего не было И опять я замечаю, начинаю больше ездить на машине в России И замечаю, что люди начинают включать аварийники просто так Когда в принципе нет никакие аварии Потому что мы обычно включаем, когда допустим кто-то полностью остановился И чтобы ты предупреждал человеку, который в саде, чтобы было осторожно, ты включаешь И тогда получается, что когда мы включаем, это значит, что мы должны быть готовым Потому что, скорее всего, есть какая-то авария И предупреждение, чтобы не было авария А в России это совсем другое И так, как будто инженеры машины в России сказали «Ммм, ты знаешь, всё классная машина, но мне кажется, мы забыли кнопку спасибо» «Давай используем аварийники» И для меня было очень странно, нелогично Почему, когда люди хотят сказать спасибо Просто включаю аварийник, и это такое доброе большое спасибо Но сейчас мне очень нравится Потому что, когда я еду как в шторме на машине Я сейчас отвечаю со спасибо по дороге И поэтому уже нажимаю несколько раз Чтобы сказать спасибо всем хорошим водителям, которые нам пустили И, кстати, было очень забавно Потому что я эту историю рассказывал своими русскими друзьями Что меня это очень сильно удивляет и непонятно Они меня спросили «А как в Мексике это вы делаете?» Ну, это очень легко Ты просто вытащишь руку из машины И просто такой знак Чтобы в саде было это как «Ну, спасибо» То есть так, машина в саде Понятно, что если здесь минус 30 Вряд ли ты просто будешь наружу рукой и так махать Всем спасибо, спасибо Но в Мексике так дело, спасибо И, пожалуйста, напишите в комментариях Если вы тоже включаете аварийники, чтобы сказать спасибо Номеро dos И это, конечно, связано с погодой Для контекста вы знаете, что в Мексике практически нет снега И снег только на горах Но практически там не живет Первый раз, что я увидел снег, это было здесь в России Когда мне было 22 года То есть, представляете, 20 лет жить без снега Это возможно, да И я заметил, что люди начинают выходить во двор с коврами Плющевые игрушки И начинают как-то сосыпать снегом И я вижу, что тоже еще вот это как мухобойка Начинают так это лепить Лепить, ударить Я думаю, что они делают? Как-то мне был очень интересный процесс И понятно, у вас есть такая чистка со снегом Очень интересно Потому что в Мексике это просто нереально У нас погода это не позволяет И я помню, что когда-то я тоже начинал так чистить свои вещи Ну и классно, что снег это мощный средств Который без химии, натуральный И даже иногда куртки можно протереть И немного со снегом, чтобы было идеально И, пожалуйста, пишите в комментариях Если вы тоже помойте ваши вещи со снегом Что обычно вы мойте Я не знаю, если правильно сказать Мыть штуки со снегом Или просто поветривать Не знаю даже, какой самый подходящий глагол Для этого процедура Но напишите в комментариях, если вы это делаете И какие товары или вещи вы можете так освежить Нумеро трес Определение времени в России Это правда, как будто разгадать судок Это одна из самых странных вещей Которые есть в России на русском языке Не переживайте, есть примеры И я уверен, что это не только сложно для меня Потому что видел, что в Яндексе тоже люди пишут Как определить, как понять, как сказать время Например, сейчас 10 вечера 26 минут А для вас это уже 11 час Это правда, мне было очень странно Почему вы говорите Уже 11 час? Нет, смотри, сейчас еще 10 вечера Почему 11 час? Не понимаю И получается, что когда наступает 11 час То есть, когда это 23 часов Это вы уже не говорите, что это 11 час Это для вас уже 12 час Поэтому как будто всегда вперед Вперед И это было очень сложно Но это не все Я хочу с вами делать маленькую игру Для этого нам нужна просто бумага и ручка Я носову два разные определения времени И я хочу, чтобы быстро написали И мне тоже интересно, насколько вы быстро воспринимаете эту информацию Которая мне правда кажется очень странно Ну, так и есть Так что сейчас можете делать паузу И приготовить свою ручку Ну, и значит, что вы готовы Четверть седьмого И без четверти 7 Пичем? Ладно, проверим Четверть седьмого Это что? Это 6.15 Как понять 6.15 Когда даже не слышно минус Я слышу все Когда ты иностранец И слышишь четверть седьмого Тебе сразу думает Четверть седьмого Это 7.15 А если ты думаешь Что 7.15 И придешь на встречу 7.15 И ты еще из Латинской Америки То есть Вы понимаете, как игра сама И ты вяжешь со всей своей скоростью Потому что ты из Латинской Америки А ты не хочешь Что они думали Что мы все опаздываем То ты все равно будешь опаздывать Потому что четверть седьмого Это значит 6.15 Хотя Почему? Ну, потому И без четверти 7 Это 6.45 Это, мне кажется, более логично 7 минус 15 6.45 Это... Так как-то более или менее На испанском есть что-то подобное Но... Понимаете? Очень сложно Ну, и надеюсь, что после посмотра этого ролика Вы понимаете, почему для иностранцев Определить времени на русском языке Это как судовку Когда Могли просто сказать 7.45 Или 6.45 Или даже не знаю Какое время И, пожалуйста, напишите в комментариях Если для вас тоже иногда сотрудняется Как люди говорят времени И что вы даже приходите Поищите в Яндексе Что это значит Что со временем сказали И какую форму вы больше любите Сказать с минутами Которые, мне кажется, проще Или сказать без четверти И четверти И без вот это всякие сложности Номеро 4 Очень странная вещь Которая происходит в России Обычно Когда я на кухне И ем суп Я спокойно Попробую наслаждаться Едой Мне говорят Тебе придет письмо Я думаю Ой, надеюсь, что это не от налога Но все хорошо И... Почему? Ну, почему? И начинаю видеть, что у меня Что-то плавает суп И мне показалось Очень круто Это, что если у тебя Есть лавровый лист в супе Это значит, что тебе придет письмо Хотя сейчас Какое письмо? Это все в электронном виде Единственное письмо Которое ты можешь получить Это из оправки Из Китая Который заказан в интернете Но это тоже радует Номеро 5 И это очень любопытное наблюдение И это как-то можешь определить Кто русский Когда ты в самолете Что обычно русские люди Просят Когда они летают в самолете Какой напиток Который мне показалось Что кто это может пить Обычно вы По каким-то способам Вы любите это пить в самолете Только в самолете Это, конечно Томатный сок Мне кажется У нас, когда Я единственный раз Когда начинал заметить Что люди заказывают томатный сок Это обычно Когда лечу с русскими Мне кажется Даже у нас на мексиканский рейс Не предлагаю Обычно у нас дает Апельсин Яблоко В каком-то случае Даже манговый сок Может предлагать Но томатный сок Я знаю, что в Мексике Есть текила Плаг Который Это текила Лайм И как чтобы было красный Будет томатный сок Но это как шот Но Это ты не Пока ты кушаешь Ты не пьешь Я, кстати, слышу Что томатный сок Очень хорошо идет Когда высокое табление И что очень наслаждается Именно когда Ты в самолете И мне показалось Очень интересно Что люди Предпочитают Пить томатный сок Когда они В самолетах И кушают Прям еду Сопивая томатный сок Я ничего против Не имею Но просто Мне кажется Это очень тяжелый сок Очень густой И как-то хочется Что-то полегче Что пока ты пьешь Пожалуйста Напишите в комментариях Если вы любите Сопивать томатный сок На рейсах Когда вы в самолете А еще Интересно Если вы покупаете Томатный сок Чтобы пить дома И как Зачем томатный сок Как вы используетесь И может это только Для приготовления еды Если вам интересно Услышать разница Между мексиканской культурой Русской культурой Испанский язык Русский язык Как мне здесь живется Что здесь наблюдаю Пожалуйста Подписывайтесь на канал Чтобы вы сразу Узнали о новых видео Вы знаете Что ваша поддержка Мне очень важна Я буду безумно рад Если вы можете Поделиться Это видео На ваших сетях Ну и надеюсь Что вам понравилось Это видео Пожалуйста Берегите себя И увидимся Совсем-совсем скоро Адьос, амигос Всем добра